Вот типичный пример очень частого такого мнения, что, видите ли, нельзя никому подкатывать, знакомиться с девушками на работе, если ты работаешь в коллективе, где много девушек. Так, бля, я пиздец в ахуе с этих моментов, и я уже записывал голосовое, может быть, месяцок назад, в плане того, что, если бы я слушал эту хуйню, эти тупые советы, нет, ни в коем случае, не надо знакомиться на работе с девушками, пусть и текучка, пусть и там много разных девушек, ну нельзя знакомиться, надо все проебывать обязательно, если ты не проебешь, надо думать о своей репутации, ты что, это намного важнее, чем все охуящее. Охуенное, что у тебя может быть в жизни. Пиздец, долбоебизм на самом деле, да, есть здравое зерно, согласен, что могут появиться слухи и так далее, но надо все делать грамотно, а не как долбоеб, это во-первых. Во-вторых, пока они там трясутся, кто о чем они подумают, да, о них, нормальные пацаны делают дела, вот. И им важнее то, что какой результат они могут получить, а не то, что видите ли, о них кто-то может что-то подумать, и они, видите ли, как девочки боятся испортить свою репутацию на работе. Вдруг какие-то слухи пойдут, но разговаривать с девушками, 90% девушек не разбалтывали о том, что у нас секс, и ничего страшного. И пока всякие, так скажем, пацанята с мышлением неудачников сидели и тряслись, что а вдруг что-то обо мне плохо подумают. Я на это все на хую вертел, и если мне кто-то что-то пиздел, я им всем говорил при всех, ты нос свой не суй куда не надо. Я вот так вот прямо говорил и не боялся испортить отношения. И пусть за спиной ко мне плохо относились, но зато меня уважали. Зато мне не могли никакую хуйню сказать, что типа, вот ты там это, ты там то, потому что знали, что последует жесткий ответ. И мне похуй, хоть там 10 баб будет против меня пиздеть какую-то хуйню, и я смогу дать им ответ и отпор. И все, потому что нужно иметь внутренний стержень мужской, а не просто трястись. А вдруг репутация, блядь, у меня ухудшится на работе среди баб, блядь. Да тебе поебать должно быть на их мнение, что за хуйню несут, блядь. Любят высирать, ни в коем случае на работе не надо знакомиться, это все испортит. Ну, во-первых, ты вроде работаешь там, я не знаю, не в какой-то суперкорпорации, да, суперпрофессионалом каким-то, и получаешь супербольшие бабки, да. Вряд ли в коллективе, о котором я говорю, где текучка, где много кто увольняется, где много женщин, это какая-то суперработа, за которой ты будешь держаться там в случае каких-то невероятных, блядь, событий, которые могут, видите ли, произойти, да. Все на тебя пальцем будут показывать, и такие, о, бабник, он бабник. Пиздец, вот это проблема нахуй. Я всем говорил, ты нос свой не суй, куда не надо, когда кто-то начинал, а у вас вот что вот с этой? А потом через год-друга, а вот что у вас с этой, что-то вы так общаетесь? Я говорю, ты нос свой не суй, куда тебе не надо, хорошо? Да, они затыкались, они обижались, они ко мне потом плохо относились. Да и похуй, нужно уметь конфликты вывозить, и нужно уметь ставить людей на место, а не ныть и просирать, блядь, все в своей жизни, и потом говорить, ой, у меня так плохо, девушек никогда не было, да, я тоже работал в женском коллективе, но видите ли, я не хотел испортить репутацию, и красавчики парни, которые так же делали, которые никому не подкатывали, ни с кем не знакомились, с девушками ничего не делали, зато они репутацию свою сохранили, не то, что ты, не то, что ты, вот это просто зависть, это просто дебилизм, это просто, ну, полнейшая зависимость от чужого мнения, видите ли, я тоже раньше каким-то таким был, естественно, но я про это говорю, что надо развиваться, надо менять себя и надо избавляться от этого дерьма в своей голове, вот и все. Пока они сидели, я за многие годы насмотрелся, как пацаны приходят, тоже видно, что кто девственник, кто неуверенный и так далее, и при этом они сидят, никому не подкатывают, а вдруг кто-то что-то подумает, постоянно на всех смотрят, так, ну-ка, ну-ка, а что же скажут люди-то, что же люди подумают, что я к ней подошел, пообщался, ну ты общайся, блядь, не как маньяк, и все, не надо там с цветами бегать или еще, просто подойди пообщайся, в чем проблема, если кто-то начинает пиздеть, мне пиздели, да, я говорю, в смысле, блядь, а я что, пообщаться не могу с девушкой, что ли, ты что несешь, блядь, ну все, короче, вот, и пока они вот так тряслись, сидели и думали, а вдруг что-то подумают обо мне, что я какой-то там, не знаю, бабник или маньяк, или еще ко всем подкатываю, я в это время ебал девушек, и все, у меня были с ними отношения, кого-то я ебал прямо в здании помещения, где был офис, то есть просто, блядь, уходишь между этажей, короче, на самый верх, в этом же здании, где все работают, куча офисов, просто уходишь туда, где чердак, ну как там, нет чердака, там вот лестницы, вот, допустим, здание было пятиэтажное, и на шестом здании, ой, на шестом этаже, там уже вход на чердак, ты туда идешь, и начинаешь ебать телочку, пока вот эти вот нытики сидят и ноют, что вот, как это так, как это возможно, нельзя так делать, это недостойно для мужчины, вот так вот на работе со всеми знакомиться, это все зависит от тебя, не надо, блядь, трястись, у тебя, как у мужчины, свое мнение должно быть, не надо всех слушать, вот советики дают, нельзя это, нельзя то, ну сиди, блядь, девственникам до 30 лет, и хуйню неси какую-то, жесть просто, всегда поражают вот такие вот комментаторы, конечно, ничего, как бы, негативного не имею, я сам когда-то таким был, ну надо от этого избавляться, вот, другой офис был, там вообще два этажа, как бы в любой момент могут на второй этаж прийти, просто берешь и на втором этаже ебешь раком телку, и все, тут начинают подниматься, ты, блядь, резко штаны вверх поднимаешь, зато есть что вспомнить, а не то, что вот так вот всего боятся, и молодцы те, кто не подкатывают к девушкам на работе, вот это красавчики, заебись логика, да, заебись, ну хорошо сидите с такой логикой, и ждите у моря погоды, пока у вас будут идеальные условия, там где-то, я не знаю, где вы собрались подкатываться, что это будет самое лучшее в библиотеке, там может быть, или, ну где еще, может быть, на вечеринке свингеров, или еще где, ну где для вас хорошее место для подката, пока вы будете эти хорошие места искать, ну, блядь, так и нихуя у вас не будет никакого результата, так можно во всем, на улице, ой, здесь вот сейчас люди, а вот это маршрутка, а сейчас метро, тут вокруг много людей, а это то, а это другое, ну ищите, блядь, отмазки, не слушайте меня, Евгения Фрейма, и сидите, плачьте, и дрочите, и как бы думайте, что вы считаете все правильно, хорошо, это как бы ваше право, можете так рассуждать, слушать меня не надо, конечно же, и не надо знакомиться на работе, когда текучка, и постоянно наплыв новых девушек, не надо никакого опыта не набираться, не надо набираться каких-то классных, офигенных моментов, да, надо все проебывать, все правильно, да, это же мышление великих людей, вот, а на самом деле неудачников, которые, вот как я и написал в комментах, кто-то делает вещи, а кто-то ищет оправдания с мышлением неудачника, что это нельзя, это не надо, а это плохой момент, а это репутация, а это что будет в женском коллективе, ну, то есть полная хрень. Уж вторую часть, которую я тоже в телеге выложил, этого коммента, я уже не буду разбирать, потому что, ну, и так уже слишком долго, но там было про то, что, видите ли, у меня лучшие условия, но это тоже, блядь, такой маразм, я в телегу выложил, что, видите ли, вопрос времени в моем случае был, что девушки сами начали бы ко мне, девушки бы у меня в жизни сами начали появляться, да, это вопрос лишь всего времени, да, заебись, я бы с такой логикой девственникам бы умер, это 100%, если бы я такой, ну, это вопрос времени, они сами появятся, или в дверь постучат, или, может быть, в окно, я, в принципе, как бы у меня, есть тут возможность, как бы, веревка там кинуть, все такое, залезть в окно, постучаться, сказать, Женя, ну, можно, ну, ты уже сколько сидишь, тебе уже тридцатка, ну, можно хотя бы, вот сейчас время пришло, да, вот, или там, я не знаю, с неба такое падает, ты такой, раз, ее поймал, такой, ес, вот оно время, я не зря ждал, а вот это охуенно, бля, вот это супер, да, логика пиздец, я тоже такой логики придерживался, и мне все говорили такой логики, мне мама говорила, что, типа, да ничего, у тебя появятся девушки, да, 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 просто, значит, сейчас не время, ну, время придет, там, все такое, а я и говорил, так мне уже вот столько-то лет, ну, на бусте я говорил, во сколько я девственности, вот, мне уже столько-то лет, вот, а что-то, ну, даже и не пахнет тем, что у меня кто-то появится, что-то появится, нигде нет, ну, просто, вообще, ни, никаких предпосылок к этому, я говорю, если я боюсь, откуда они могут появиться, если даже вот, она будет глазки строить, но я все равно ничего не сделаю, как это появится, а сделать я с этим ничего не могу, я пытаюсь, а оно не меняется, и страхи никуда не пропадают, а вот пока я не начал ебашить прям годами, да, вот, как я написал в комментах, это у меня, значит, охуенные условия и вопрос времени, что девушки бы появляться, да, да ты чё, а то есть то, что я по пять часов в день, блять, неделями ходил, надеюсь, что я хотя бы один подход смогу сделать, да, и я их не делал, неделями, каждый день по пять часов натирая мозоли, я не получал ничего, и каждый день думал, ну, может быть, завтра это день, когда я все-таки решусь, и завтра ты, блять, идешь, и снова пять часов вот так ебашишь, блять, по улицам, и все равно ты не подходишь нихуя, и так и остаешься на одном и том же уровне, но не сдаешься, потому что у тебя есть характер, вот, а характер решает, и когда у тебя есть характер и фанатизм, то ты просто мир смог на голову сможешь поставить, если захочешь, вот и все, а если ты будешь сидеть и говорить, ой, вот, девушки, это вопрос времени, у тебя бы девушки так и так появились, видишь, ты же сам говорил, что к тебе подкатывали, кто ко мне подкатывал жирухи и быдло, и когда это было, когда я уже детственности лишился, когда я уже работал, блять, в женском коллективе, тогда ко мне и подкатывали, а до этого, что до этого, а если бы я не устроился на такую работу, то никогда мне, ко мне даже, всякие быдло бы не подкатывали, то есть, условия, мои условия изначальные, и большинство условий, это несравнимые не в мою пользу, не в мою пользу, то есть, и не надо говорить хуйню, что видите ли, это у тебя были возможности, к тебе подкатывали, да во мне весь универ ни одна не подкатила за все время, то, что я говорил, да, бывало в жизни, я там нравился каким-то девушкам, и что, мне от этого что-то было разве, хоть что-то от этого было, да мне нихуя не было, я все проебывал, потому что я боялся, вот и все, и так бы и сидел в 30 лет девственникам, ныл бы и говорил, вот-вот, какие нахуй возможности, какие, блядь, подкаты, ну давайте к вам подкатит какая-то там быдло гопница, да, ну радуйтесь и начинайте с ней отношения, заебись, пиздец, так это, тем более, не в году универа было, а когда я уже прокачал свои навыки, когда я уже там, и девушки у меня были, и все, и тогда ко мне начали подкатывать, потому что я по поведению уже изменился, когда я уже начал быть общительным, уверенным, с чувством юмора и так далее, тогда ко мне, да, какие-то там гопницы и жирухи, да, подкатывали, и что? Какие нахуй возможности, блядь? И поэтому всего, что я в этом плане добился, на 100% благодаря моим усилиям, на 100%, потому что, как некоторые вот, я знаю, большинство, кто говорит, вот у меня там это страхи, комплексы, да все это, по сравнению со мной, просто цветочки, просто детский сад, по сравнению с моей была ситуацией, с моей социофобией, которая у меня была, с моими страхами, комплексами и так далее, то есть не надо базарить хуйню, что, видите ли, мне намного проще, мне, блядь, намного проще, вы угораете, я бы посмотрел на вас в моем состоянии, которого я был и всего боялся, мне проще, у меня возможности, заебись возможности, к тебе жирухи подкатывали, так когда, блядь, это было, когда я уже сам всего добился и когда я уже сам всего себя поменял, вот тогда ко мне всякие там на вот этой работе подкатывали, так у меня уже были другие девушки, чего я опять сам же добился, поэтому неужели я бы там, какие нахрен возможности, что открылись возможности, что какие-то быдло или гопницы подкатывают, или еще кто, вот это возможности, охуенно, блядь, а у них и такого нету, да, тоже работал в женском, так ты, блядь, сам говоришь, что ты работал в женском коллективе, ну, в женском коллективе ты тоже не подкатываешь, потому что боишься за репутацию, ну, а что тогда пиздеть о том, что, видите ли, вот, женский коллектив, у тебя возможности, так ты, блядь, ничего не делаешь с этим, тихучка у тебя была, а что ты с этим сделал, как бы не обижайся на меня, ну, я резкий такой человек, говорю часто так эмоционально и так далее, вот, и не с целью оскорбить, но надо встряску немного тебе сделать в мозгах, чтобы немного протрясти вот это вот все, говно, которое напичкано там, вот это все, ты не понимаешь, о чем говоришь, ты не понимаешь вообще то, о чем ты пишешь, не зная ситуации моей, говоря, что вот у тебя были возможности, которых нет у других, то, что ты нравился девушкам, и они к тебе подкатывали, ты сам это говорил, так если бы они ко мне подкатывали, начиная с 15 лет и так всю жизнь, я еще бы мог понять, даже если там какие-нибудь толстые и гопницы, но это хоть как-то еще можно понять, ну, когда я уже сам себя полностью изменил, уже девушки были и так далее, и потом ко мне кто-то там подкатывал, да, из таких вот, которые мне абсолютно не нравились, там, быдло и так далее, ну, то есть вообще ни о чем, вот, вот это возможности, пиздец, блядь, эти возможности мне хоть что-то дали, да, речь идет о том, что якобы эти возможности мне дали, как бы, буст, да, буст по сравнению со всеми остальными, и поэтому я смог поменяться, да ты че, блядь, я сначала поменялся, а потом у меня вот эти вот якобы возможности, в виде, там, парочки жирных и нескольких быдлогопниц, которые ко мне подкатили, ну, так я уже изменился, а в момент, когда я все делал, когда я себя менял, я каждый день над этим над всем работал, с утра до вечера горел я вот этим, у меня не было никаких возможностей, и ко мне ни разу никто не подкатывал, ну, да, там в школе было пару раз, но я их просрал, и что? Никаких возможностей, о чем речь вообще? Пиздец, ну, и тупость вообще, жесть. Ну, еще такую ремарочку сделаю, там было написано в одном комменте у него, что типа спойлер, и если человеку больше 25 лет, парню, то у него и не будет никогда в жизни уже девушки. Да-да-да, я одного пацана, с которым общаюсь всю жизнь, настолько замотивировал, да, и своим примером, и вообще, очень многими словами, советами и так далее, что он в 28 лет лишился девственности. Нашел себе девушку, сейчас у них хорошее отношение, вот, девчонка довольно-таки неплохая, внешностью нормальная, по характеру нормально, относится к нему довольно хорошо. Вот, все это благодаря мне. Он, конечно, это не оценил, как обычно, да, как любят мужчины, этого не делать, да, вот, но, за счет меня, моих советов, он на Бусти не был подписан, но, он бесплатное Бусти, в десятикратном размере, получал, просто в жизни, общаясь со мной, пару раз в неделю, по несколько часов. Вот и все. И в итоге он, был бы там, просто пиздец, что бы с ним было, я не знаю, ну, такой бы там, я не знаю, хикантом, или кто там был, ну, который всего боится тоже, и который, никогда, ни с кем, ничего не было, и так далее. И на него, кстати, никогда никто и внимания не обращал в жизни. Вот, но ничего, он начал пытаться меняться, где-то, лет в 27. В 28, у него уже появилась девушка. Все благодаря моим советам, все благодаря тому, что я ему, и на примере на своем, и постоянно кучу мотивации, то же самое, он подписчик. Я ему дал посмотреть ролик бесплатно, на Бусти, один, вот этот вот ролик. И ничего, он начал делать, ну, единственное, что у него ситуация вообще, не плачевная, и внешность хорошая, и по уверенности, все там достаточно хорошо, хотя он думает, что плохо, но там достаточно все хорошо, и по уверенности, и по раскрепощению, все прекрасно. Вот, ну, с такими изначальными данными, так вообще все просто, это не как у меня, или у этого пацана, про которого я говорю. Вот, то есть, и то, что, спойлер, после 25 лет, типа, все, уже можно на себя забить, не надо вот так вот, мотивацию другим людям отнимать, да, что все, после 25 уже ничего делать нельзя, с собой никак менять, все это полная чушь. Вот, также, девушки могут появиться, просто нужно будет больше работы проделать, это будет сложнее, и так далее. Просто нужно выстроить адекватные условия для этого, о чем я говорю вот в этом ролике на Бусте. Вот и все. И даже после 25 лет, вся твоя жизнь может измениться просто кардинально, и то, что тебе кажется невероятным, невозможным, и так далее, все это может у тебя прекрасно быть. Если ты предложишь достаточно усилий, и, кстати, у этого пацана, который в 28 лишился девственности, у него внешность прям похуже моей, ну это к слову, да, и с такой внешностью тоже сидели бы большинство девственниками и так далее, но он тоже очень переживал и так далее, да, вот, и у него, ему очень повезло, что такой человек, как я, всегда был его, так скажем, духовным учителем, духовным наставником, мотивировал, советовал, все говорил, как надо делать, очень сильное влияние я на него оказал. это как бы бесценное, я считаю, вложение в него, вот, но оно бесценное, вот он его и не ценит, вот так вот, то, что дается людям просто так, я это заметил, они ни хрена не ценят, вообще ни хрена, вот, так же его не оценил, при этом он стал счастливее в десятки раз, вот, там он, считай, мучился постоянно от того, что его жизнь очень не устраивает, все плохо, да, он всего боится, девушек ни разу не было, а сейчас у него отношения, он живет с девушкой, да, девушка довольно-таки симпатичная, адекватная, вот, и он нашел ее по моим советам, по моим наставлениям и так далее, вот и все, поэтому нести очередную чушь про то, что после 25 лет все, уже девушек не будет, ничего не изменится, ну, не надо вот этих вот, вот этой ерунды говорить, да, когда, ну, от себя тяну вот эту всякую, да, просто что-то в голову идея пришла, какая-то непонятная, да, вот, и надо вот ее высказать обязательно, да, как аргумент истину в последней инстанции, нет, я тот человек, который на большинство тем, ну, у меня мозг так работает, и я могу поразмышлять, порассуждать, и выдать действительно дельные мысли, которые будут подкреплены, во-первых, опытом, во-вторых, примерами, в-третьих, теоретической какой-то базой, и практическими надсмотренностью, и определенными сделанными мною выводами, и поэтому против такого мнения уже сложно что-то противопоставить, плюс я человек, у которого на все есть свое мнение, и как бы мне сложно что-то доказать, как бы, сильно за это на меня не обижайтесь, но вот я такой человек, поэтому даже девушкам, ну, как я уже говорил, меня прогнуть, это дохуя делов, ну, ни у кого не получится, потому что уж слишком я такой человек, который, у которого, вот, есть на все свое свое мнение, своя точка зрения, мне навязать чужую практически невозможно, вот, и там у меня внутри, ну, может быть, из-за высокого тестострона или что, но я не позволяю в свою сторону неуважения, стараюсь не позволять, вот, и поэтому меня не то, что прогнуть нельзя, на меня вообще нельзя, то, что делают с другими мужчинами, вот, как-то так, поэтому можете в этом случае брать пример, ну, и вообще прислушиваться к моему мнению, потому что я тот человек, который хуйни не скажет, скорее всего, ну, может быть, изредка, вот, как-то так, вот, так я иногда реагирую на комментарии, но зато, может быть, будет поинтереснее, так, что, вот, кому адресован этот комментарий, да, если что, не обижайся на меня, вот, просто эмоциональный ответ я записал, ну, в принципе, если будешь что-то писать, да, опять спорить, ну, уже спорить я не буду, можешь писать, это останется без ответа, вот такой вот, даже, залью это, наверное, YouTube, будет роликом, помимо того, что я еще в телегу сначала это записал, поэтому подписывайтесь на телегу, кто не подписан, там, каждый день какой-то контент я теперь веду, ну, что-то как-то, и голосовые, и так далее, истории, и все такое, так что, все, подписываемся. Субтитры создавал DimaTorzok,